В парке Горького продолжается киберфестиваль Positive Hack Days, и я рад всех приветствовать на бизнес-треке, который называется «Ради общего блага, как наиболее эффективно использовать помощь бизнеса в практической подготовке специалистов по информационной безопасности». Меня зовут Дмитрий, и в Positive Technologies я курирую вопросы взаимодействия компаний с вузами. Я буду модератором нашей дискуссии, и сейчас я опишу рамку дискуссии и расскажу, как у нас будет строиться наша беседа. Отрасль информационной безопасности не устраивает то, как вузы готовят кадры. У студентов, конечно же, есть фундаментальные знания в области сетей, в области программирования, в области операционных систем, но не хватает практики в области кибербезопасности. Мы понимаем, что систему высшего образования изменить нельзя. Недавно президент России подписал указ о реализации пилотного проекта по изменению уровней образования. Но в целом мы понимаем, что от сокращения, либо от увеличения сроков обучения, те проблемы, которые сейчас в высшем образовании, не изменятся. Проблемы давно известны. Например, одна из них — это то, что образовательные программы не успевают за рынком. Кто из нас ожидал, что все мы полюбим операционную систему Linux? В вузах также не хватает лабораторной базы, и, на мой взгляд, ключевое — это отсутствие преподавателей в области информационной безопасности. Вузы заинтересованы в поддержке компаний. Когда компании приходят, когда компании предоставляют лаборатории, когда компании устраивают студентов на практику, на стажировку. Но часто компании идут в вузы и готовы предоставить программное обеспечение, готовы предоставить лаборатории. А вузы говорят, подождите, у нас стандарты, у нас планы, у нас все согласовано, нам надо все менять, и это может занимать годы. Или обратно. Вуз готов внедрять программное обеспечение компаний, но компании не предоставляют методические указания, не предоставляют лабораторные, не предоставляют стенды. То есть есть проблемы. И сегодня на дискуссии мне хотелось бы затронуть как успешные кейсы, так и неуспешные кейсы взаимодействия компаний и вузов. Также вопрос хотелось бы поднять, а может быть идти не в вузы, а идти в СПО, то есть среднее профобразование, и готовить специалистов на уровне СПО. Может быть там более гибкая система. В результате дискуссии я предлагаю сформулировать идеальную схему взаимодействия компаний и вузов. И вот за этот час, который у нас есть, обсудить, а чего нам не хватает, а чего не хватает вузам, компаниям, чтобы к этой идеальной схеме приблизиться. В дискуссии принимают участие у нас несколько стейкхолдеров. Это вузы и это компании. Я представлю наших гостей, а потом передам слово. Михаил Серегин, руководитель Центра информационной безопасности университета Иннополис. Айрат Хасьянов, проректор по развитию и цифровой трансформации Казанского национального исследовательского технического университета имени Андрея Николаевича Туполева, КАИ. Нияз Закиров, представляет Сабинский аграрный колледж. Нина Шибкова, руководитель направления Академии киберзапасности и на стейдж. Андрей Кузнецов, технический директор национального киберполигона Ростелеком Солар. Егор Богомолов, эксперт наступательной безопасности, создатель программы обучения Белый Хакер в образовательном центре по кибербезопасности CyberEd. И позже к нам присоединится Артем Калашников, директор проектов Газпромбанка. И слово хотелось бы первое передать Михаилу Серегину. Михаил, скажите, ваш опыт взаимодействия с компаниями, есть ли какие-то сложности, есть ли успешные кейсы? Коллеги, добрый день, спасибо за предоставленное слово. В целом, концепция взаимодействия бизнеса и вуза нужна для того, чтобы разрушить стереотип, когда человек из вуза выпускается, приходит в компанию, и в компании говорят ему, забудьте всему, чему вас учили в вузе. То есть мы здесь собрались для того, чтобы обсудить, чтобы этого концепта в принципе не было. Я бы с удовольствием рассказал о том, как конкретно наш вуз взаимодействует с бизнесом, но конкретно наш совместный проект, международный кисок, расскажет подробно Нина, поэтому я просто могу заранее поделиться какими-то положительными впечатлениями. Ну и в целом, как-то может архитектурно рассказать о том, как это, ну на нашем примере, там было реализовано, какие плюсы и минусы. То есть с чего начинать строить взаимоотношения бизнеса и вуза, вот как бы, конечно, может не все коллеги со мной согласятся, здесь, наверное, начинать следует, как мне кажется, как можно выше с руководства. То есть зачастую, может быть, среди преподавателей, среди руководителей кафедр, есть определенная мотивация, определенная инициатива на подобное взаимодействие. Но до тех пор, пока этой идеей не удастся заразить руководство вуза на уровне, как минимум, проректора, как мне кажется, то такую инициативу снизу очень тяжело будет продвигать. Поэтому стоит начать с того, чтобы именно на каких-то контактах выйти так или иначе на руководство вуза и заручиться поддержкой, ну там даже не на уровень, там может отправлено какого-то письма, где там будет согласно, это может в виде резолюции спущено вниз, а в виде конкретного именно взаимодействия и желания вуза сотрудничать с бизнесом. Вот после того, когда есть уже конкретная поддержка от руководства, то очень многие инициативы гораздо легче подвигаются. То есть среди них, например, в том числе, с чем вы сталкивались, это преодоление каких-то внутренних сопротивлений, потому что, например, даже при построении совместных каких-то проектов нам нужно переплетать инфраструктуру вуза и, например, и бизнеса для того, чтобы построить какие-то общие идеи. И в этот момент, например, возникает сопротивление со стороны департамента информационных технологий, потому что они, может быть, не так интересно смотреть на плюсы от совместного обучения, от каких-то инициатив, и их задачи можно содержать, чтобы у них все работало стабильно. И, соответственно, с позицией руководства их всегда можно уговорить, убедить, ну и выстроить эту систему уже грамотно. Это, в том числе, может быть, касается подразделений внутренних по безопасности и так далее. Дальше, как бы, одна из каких-то, может, тоже проблем, которые существуют, это проблема, в том числе, мотивации, которая бывает у… ну, то есть нужно студентов замотивировать на все эти вещи, потому что бизнес, когда предлагается инициативу, как бы, есть пределы какие-то у альтервизма, нужно сделать так, чтобы… ну, то есть они не могут оплачивать, может быть, это деятельность зачастую, то есть все строится на каких-то добровольных началах. Вот, и при, как бы, такой схеме нужно уже мотивировать какими-то событиями, устраивать, возможно, какие-то кибербитвы, участие в том числе организовать олимпиады. Это, опять-таки, то, в чем ВУЗ сильно нуждается в организации хороших ярких мероприятий. Да, и у бизнеса есть примеры из практики для того, чтобы все это хорошо можно было переложить, в том числе на, ну, такое вот сотрудничество. Вот, поэтому тоже, мне кажется, одна из точек входа, это даже не сколько там обучение, но и в том числе помощь в организации красивых ярких мероприятий. Вот, по таймингу еще. Хорошо? Ну вот, и, как бы, конкретно тот процесс, который выстроен у нас в республике Татарстан с позиции наших партнеров, у нас вот есть именно успешные кейсы, то, что в том числе в организации внутренних CTF-кружков для студентов, для того, чтобы можно было, ну, вот именно замотивировать их на информационную безопасность, на прочие какие-то концепции, для того, чтобы эти ребята уже могли впоследствии очень, ну, и подзаймев хороший опыт, работать с нашим отечественным софтом, например, да, и дальше уже идти в бизнес уже не на уровне джинов, а, в общем, на уровне гораздо выше. Вот, в принципе. Спасибо, Михаил. Рад. Есть вам что добавить. Да, ну, я как раз тот самый проректор, значит, на которого Михаил ссылался. Вот, но мы с Михаилом на эту тему уже общались. Я вообще считаю, что надо заходить как можно, ну, не ниже, а доверительнее. Мне кажется, проще компания, мое мнение. Ну, потому что я выступал и в роли старшего преподавателя, и доцента, и завкафа, и декана, и проректора. Мне кажется, вот с этих позиций разных всегда компания быстрее находит диалог с тем, с кем у этой компании есть какой-то уровень доверия. Вот, но вот я хочу про конкретный пример рассказать, как бизнес помог улучшить образование в области инфобеза, конкретно в Казанском авиационном институте. У нас есть кафедра информационной безопасности, очень много наших выпускников работают и в компаниях, в бизнесе. И в службах соответствующих, но всегда есть к чему стремиться. И вот у нас есть компания InnoStage, штаб-квартира этой компании через дорогу от одного из наших корпусов расположена в Казани. И эта компания создала несколько таких центров кибербезопасности в разных вузах и стала, с одной стороны, объединяющим фактором, где мы, например, с соком Иннополиса дружим с семьями практически и стремимся, чтобы это дальше развивалось. То есть здесь нет места конкуренции для вузов. Во-вторых, создала площадку, где те люди, которые в процессе, в бизнес-процессе обеспечения кибербезопасности, передают эти компетенции студентам. Наивно ожидать, что преподаватели вуза, пройдя даже какой-то хороший тренинг, придут и будут учить студентов, как, собственно говоря, работают в центре кибербезопасности. Если они сами в таком центре никогда не работали, его не проектировали, не строили. Они могут быть хорошими исследователями, могут заниматься задачами применения машины в обучении, выявлении киберугроз. Это отдельное направление, которое может приходить к продуктам. Это, кстати, то, чем вообще вуз отличается от СУЗа. На самом деле специалистов в области кибербезопасности можно готовить на уровне СУЗа. Я считаю, что нужно это делать обязательно. У нас в КАИ есть СУЗ тоже свой, колледж. И ребята из этого колледжа тоже приходят в этот СОК и тоже получают там компетенции сотрудников такого центра реагирования на киберугрозы. Но вот сейчас мы, как вуз, и я считаю, что это важный кейс, счастливы тем, что к нам пришла вот эта вот индустриальная компетенция. И помимо того, что у нас есть там хардкорный ресерч на тему кибербезопасности, у нас есть еще и конкретная практика индустриальных стандартов, где студенты работают. Более того, наши же студенты обеспечивают кибербезопасность нашего вуза. Мы научились бороться там с ДИДОС-атаками, но обратившись к партнерам, присутствующим здесь, мы выявили достаточно большое количество другого рода уязвимостей, которые нам пришлось закрывать. Но мы их закрыли, но это процесс, это не результат. Нам надо эти уязвимости, вновь появляющиеся, закрывать постоянно. Коммерческие лицензии подобного рода для вузов неподъемные. Они могут быть примерно равны годовому бюджету информатизации вуза. Соответственно, вот такие вот коллаборации, где есть индустриальный партнер, где есть несколько вузов, в том числе и непрофильные, и есть команды из вузов, которые с участием специалистов оборудования и программного обеспечения партнеров, собственно, обеспечивают собственную кибербезопасность, получают на этом компетенции, остаются работать, мы надеемся. Не всех переманят наши партнеры, это наша другая боль. Мы не можем, к сожалению, перекупать ценой таких инженеров. Но, по крайней мере, на несколько лет они с нами, а потом они уходят в бизнес, и мы все равно этим тоже счастливы. Вот, мне кажется, это такая рабочая модель. И в перспективе следующим шагом может быть уже совместное создание новых продуктов, тем более с уходом западных наших бывших партнеров, открылось огромное количество ниш, где, собственно говоря, вот эти вот направления уже ресерча вузовского могут приводить к созданию новых продуктов. Спасибо. Нияз, есть ли в вашем колледже опыт положительных взаимодействий с компаниями, как вы проводите его? Какие-то, может быть, успешные кейсы, может быть, неуспешные кейсы? Алло. Прошу прощения. Добрый день. Закиров Ниас. Прежде чем я, наверное, буду рассказывать о нашем опыте, мне все же необходимо рассказать вообще, кто я такой. Я думаю, что легко найти информацию про любой из вузов, представителей которых здесь находятся, про представителей компаний, но довольно сложно понять без подготовки, что такое Сабинский аграрный колледж. Вообще, фактически, я помощник муниципального главы, главы района Сабинского муниципального республики Тарстан. Наш район, это сельский район в республике Тарстан, там 30 тысяч человек живет, я живу в ПГТ с богатой сабы, где живет 8 тысяч человек, и это не Казань, это не Москва, и у нас, наверное, никогда не будет вуза, пока мы совсем не обнаглеем и не откроем вуз. Соответственно, какая проблематика есть у нас? Эта предыстория очень важна для понимания. Наша проблематика, что мы вымираем, как населенный пункт, урбанизация всегда давит на малонаселенные пункты, и в перспективе 50 лет мы можем исчезнуть. Соответственно, для нас ситуация, это не ситуация вузов, которые сотрудничают с компаниями для того, чтобы что? Чтобы был процесс обучения, чтобы освоить бюджет, чтобы престиж вуза. Нет, у нас это выживание. Если мы не сотрудничаем с компаниями, мы не создаем новые рабочие места высокооплачиваемые, у нас нечего предложить человеку, который либо у нас родился, либо хочет к нам переехать. Соответственно, здесь концептуально у нас нет возможности вести, точнее иметь негативный опыт сотрудничать с компаниями. Изначально, когда мы ставим вопрос, что мы будем делать, мы обязаны предлагать условия своим партнерам такие, чтобы партнер к нам, во-первых, вообще решился приехать. То есть оно настолько должно быть интересным, чтобы он не пришел домой и сказал кругу семьи. Знаете, мне сегодня из деревни звонили, сказали, нам будут по инфобезопасности готовить специалистов. И еще лучше, чем в Казани. Вообще молодцы ребята, так рассмешили. Нет, мы не имеем права так поступать. Соответственно, наша концепция изначальная, это предложить бизнесу, что мы будем готовить тех специалистов, которые нужны бизнесу, срок, который нужен бизнесу и ничего лишнего. Именно с этой концепцией мы и обратились к крупнейшим республиканским IT-компаниям. Татарстану повезло, эти компании входят в топ-30 российских компаний, в топ-20 российских компаний. Окей, и что мы предлагаем, мы говорим, ребят, у нас есть аграрный колледж, за его выпускников всегда драка, потому что мы готовим строителей, механизаторов, и мы готовим хорошо, практика ориентирована, и мы открыли кафедру IT и подготовим тех, кого вы даже рассматривать не будете. Но! Вы можете дать нам тех заданий, кого вы хотите видеть. Он не будет идеальный специалист. Каждый раз компании забирают с вуза специалисты и говорят, о господи, боже мой, чем вы там занимались? Да, окей, наши коллеги из Татарстана, они молодцы, в Татарстане доверяют молодежи с проактивной позицией, доверяют профессионалам, и наши вузы худо-бедно за последние 10 лет научились готовить тех, после кого не хочется помыться. Но ситуация неоднозначна уже в разрезе страны, она неоднозначна даже в разрезе Татарстана и не каждого вуза Казани. Соответственно, наше предложение было, вы даете нам ТЗ, мы на основании вашего ТЗ делаем учебную программу. Это будет не идеальный специалист, но это будет заготовка, из которого вы можете потом вылепить внутри компании уже того, кого вам нужно. Потому что, как было сказано, мы не можем предположить, что будет через 5 лет назад. Компания не может предположить. Но точно есть список мягких навыков, умение работать в команде, понимание, что такое процессный проект, проектный подход, умение организовывать себя. Есть какие-то твердые навыки, алгоритмическое мышление, базовые языки, которые все равно полезно было бы знать. Может быть, они уже не пригодятся, но на основании их ребята научатся, как быстро изучать новый язык. Окей. Я вообще не специалист в образовании и сейчас просто гадаю. Но зато я знаю, как нужно выстроить процесс. Процесс нужно выстроить так, чтобы компания пришла, дала нам водный. Мы потом сформировались методистами с помощью, с поддержкой вузов правильную учебную программу. Сказали, ребят, нам не хватает вот это, вот это, докупите там пару десятков компьютеров помощнее, здесь там небольшой мини-цод и вперед. Преподаватель никогда не должен быть кем-то, кто не работает, кто не работает в отрасли. Это второй момент. Соответственно, для того, чтобы все это запустилось, необходимо, чтобы те, кто будут преподавать, они на какой-то ставке были сотрудники компании. Я по таймингу уже прохожу еще. Соответственно, я не могу сказать, что у нас есть позитивный опыт. У нас первый год этого процесса идет. Первый год мы дали вообще образователь навыки, составили все необходимые договоренности с бизнесом и сейчас разрабатываем учебные программы. Возможно, вообще ничего не получится, из-за меня всегда приглашали. А возможно, через пять лет я снова буду приглашен и скажу, слушайте, вам в 10 раз выросли, мы уже готовим не 50, а 500, чисто только по информационной безопасности уже 50 и вообще в вузы вы дальше сидите, пожалуйста, ничего не делайте, вы нам так помогаете. В принципе, именно такой опыт у нас был по остальным направлениям, по которым мы работали в образовании в нашем среднеспециальном и мы сейчас переносим этот опыт на IT и пока мы видим радостные улыбки со стороны наших партнеров. В принципе, на этом пока можно завершить и увидимся через несколько лет. Спасибо. Нина, у вас богатый опыт взаимодействия с вузами и интересно узнать поводу межвузовского сока. Есть ли у вас уже интересные кейсы, которые вы внедрили в вузы, реакция вузов, реакция преподавателей, студентов? Как вы проходили вот эти вот все шаги внедрения раскрыть? Раз, раз. Да, спасибо большое за предоставленное слово. Добрый день, коллеги. Хотела бы буквально начать с того, что как родилась Академия кибербезопасности в Инстейдже? Она родилась с диалога с вузами. То есть в первую очередь мы услышали боли, которые есть у вуза, то, что им тяжело обеспечить собственными силами защиту качественную вуза. Когда количество атак в прошлом году рекордно возросло и приемная кампания многих вузов оказалась под угрозой, вузы ощутили острую нехватку в том, чтобы защищать себя своими силами. И именно с этого, а еще и с того, что мы хотели дать практические навыки, настоящие практические навыки студентам, начался наш проект межвузовского СОКа. Межвузовский СОК это проект, который включает в себя создание центра мониторинга и реагирования на базе четырех опорных вузов. Здесь у нас представители двух из опорных вузов. Это университет на поле СКАИ. Также у нас еще два вуза входят. Это ГЭУ и КФУ. Эти вузы становятся сегментами СОК. Сердце СОК обеспечивает наш СОК СайберАрт, который принадлежит Настейдж. И каждый вуз сможет реализовать так называемую учебно-боевую лабораторию на своей базе, где будет работать настоящая дежурная смена студентов и мониторить инциденты безопасности. Такая была концепция. То есть целей было несколько – защищать свой вуз и готовить классных специалистов, которые получают практический опыт на базе своих вузов. Собственно, мы приступили к реализации этого проекта. Прошли практически путь длиною в год. У нас такой уже хороший опыт этого проекта. И, конечно же, столкнулись с различного рода сложностями. В первую очередь, какими? В том, что, как оказалось, действительно развернуть инфраструктуру – это только часть проекта, которая, в принципе, успешно окончилась и все инфраструктуры развернуты. Вторая часть – это обеспечены методическими материалами. Действительно, мало обеспечить, нужно еще и обучить. Обучить те воронки студентов, которые прошли отбор. Но мало еще и обучить. Нам необходимо запустить эти сегменты. То есть самое главное, чтобы в итоге они действительно начали выполнять ту функцию, которую мы на них изначально возложили. И вот здесь возникли разного рода проблемы. То есть, во-первых, нам нужно понять, как нам встроить в учебные программы вузов тот курс, который мы преподавали в формате центра мониторинга и реагирования. Будет ли это отдельный курс? Будет ли это часть какого-то уже имеющегося курса? На основе чего будут привлекаться студенты к этому курсу? Как будет отбираться воронка? Как эти студенты будут работать в дежурной смене? В виде чего? В виде практики, лабораторных работ, трудоустройства. Как организовать дежурную смену конкретно со студентами? Потому что мы понимаем, что стандартные коммерческие практики здесь не будут работать. Нам нужно использовать гибкий подход. Это одна часть проблемы. Второй вопрос в мотивации. Как мои коллеги уже сказали, мотивация не только среди студентов, но и среди команды в вузе. Потому что одно дело заинтересовать группу кураторов вузов, другое дело заинтересовать учебный отдел в вузе, ДИД, как уже было сказано. То есть нам нужна рабочая группа, которая вместе будет поднимать этот проект внутри вуза. И здесь возникает вопрос действительно визионерства, мотивации, продвижения самой идеи таких проектов. Я говорю сейчас не только про межвузовский сок. Передам дальше слово коллегам, когда наверняка они расскажут и про опыт внедрения киберполигонов, и про опыт внедрения других программ учебных вузы. Возникает вопрос в том, как наиболее эффективно это сделать. Не просто развернуть и уйти, а как помочь вузу взлететь вместе с тем, что мы как бизнес им даем. Потому что наиболее важно, что важный результат. Не сам процесс, не сама идея, а то, что мы должны получить в конце действительно новых людей, нового поколения, которые способны и в фундаментальные знания, и в практические навыки. То есть такие супер-люди. И еще, чтобы это все осознанно происходило, чтобы все понимали, в какой процесс они вовлечены, какую выгоду они от этого процесса получают. Поэтому сейчас мы делаем следующие шаги для того, чтобы те озвученные проблемы, которые я сказала, решить. То есть мы, как компания, сейчас проведем стратегическую сессию с участием рабочих групп вузов, где поможем им ответить на вопросы, как встроиться в бизнес-процессы вуза, как встроиться ворк-структуру вуза, как организовать дежурную смену со студентами. И дальше будем вскрывать следующие проблемы. Если нам надо будет идти дальше, мы пойдем дальше. Но сделаем все для того, чтобы эти сегменты заработали, чтобы студенты начали мониторить инциденты информационной безопасности. Спасибо. Андрей, у вас интересный опыт взаимодействия с вузами, где вы внедряете национальный киберполигон. Вы рассказываете часто о том, что вузам предлагаете, как вузы на это реагируют. Есть ли у вас положительный опыт уже в этой области? И интересно подчеркнуть проблемы, с которыми вы сталкиваетесь. Обучение преподавателей, которые будут потом учить студентов. Так, коллеги, добрый день. Всех рад видеть в 10 утра. На второй день это прям... Я горд видеть столько людей. Немножко продолжу тему, которую Нина и коллеги непосредственно начали посвечивать. Но первое, это, наверное, мотивация. То есть, если вуз и 10-е, 8-е кафедры, они не замотивированы как-то развивать своих студентов и развивать свой контент, то это на самом деле очень печально. Потому что я знаю вузы, где чуть ли не с тобой бегают. Давайте внедрим, давайте новую программу. Мы готовы свои программы предлагать. Мы готовы контент генерить и так далее. А есть вузы, которые, ну, есть там, не знаю, технологии, какие-то киберполигоны, но нам неинтересны. Поэтому несколько там это удивляет. При том, что в рамках таких вузов, я даже небольшой там соцспрос проводил, ну, где-то при огромнейшем дефиците кадров по информационной безопасности, непосредственно где-то 50% уходит там продажи какие-то, еще что-то, они остаются безопасниками. Потому что данные преподаватели, данные кафедры, они не мотивируют ребят прям заниматься информационной безопасностью. То, что это интересно, это классно, это неограниченные там направления для развития. Ну, прям это немножко удивительно. Вот. Второй, наверное, тезис. Про непосредственно про киберполигоны и все остальное. Ну, что такое киберполигоны, это практика. В первую очередь практика. Я, как тоже человек со стороны работодателя, тоже набираю людей и ребят. Я сталкиваюсь с тем, что если некую там базу непосредственно вузы дают хорошо, то практическая часть, ну, сильно хромает очень часто. Вот. И такие вещи, как киберполигоны, лаборатории и так далее, они позволяют наработать эту самую практику. Когда человек уже приходит к работодателю, он уже хотя понимает, как выглядит фэрволл, как его настраивать. Особенно это ценно, когда люди уже умеют работать с вендорскими продуктами. Приходят в компанию, там стоит какой-нибудь там, не знаю, фэрволл определенного вендора, и человек уже умеет, хотя бы знает интерфейс, он знает какие-то основные команды. Это прям очень ценно. Это прям мешает погружению очень значительно. Вот. И, опять же, такие вещи, как киберполигоны и так далее, очень неплохо позволяют как бы нарастить вот эту вот практическую составляющую. Вот. Поэтому есть хороший кейс. Например, хороший кейс проводили на базе Sirius в прошлом году летнюю программу. Десять дней мы собирали ребят с вузов, это последние курсы, и прям целенаправленно в течение десяти дней накачивали их знаниями. Теория, практика, партнеры приезжали, рассказывали свои лучшие практики, и так далее. Это прям было ценно. И не в ущерб вузам и так далее. То есть многие говорили, что за десять дней они узнали больше, чем за три-четыре года в вузе. Это вот на самом деле плохая как бы там тенденция, но такие отзывы были. И действительно, когда мы точно по тем компетенциям работаем, которые нужны современному работодателю, там сетевая безопасность, хостовая, как работать с EEM-ами, как расследовать инциденты и так далее, это прям полезно. Человек уже начинает как минимум разговаривать на одном с нами языком, как и бэшники. Поэтому есть немножко там, не очень-негативные, то есть там есть вузы, которым мы развернули киберполигон, сделали класс, компьютеры поставили и так далее, но, например, вуз этим не пользуется совершенно. То есть нету никакой мотивации, и зачем это было сделано, то есть вопрос тоже там открытый. Второй, наверное, момент, о котором хочу сказать, ну, очень плохо то, что в текущий момент ушла от практики, производственных практик, именно производственной практики, когда студенты идут на предприятие, в компанию и так далее, и непосредственно работают, там, лето, там, в месяц, два, три, и смотрят, как действительно там работают в безопасности, потому что там высокие, там, еще в таких вещах. Вот. Очень полезная практика, ну, говорю, у нас в стране это немножко ушло, но при этом у нас появилось такое направление, как стажировки. То есть многие компании, то есть там и ваша компания, и наша компания занимаются стажировкой студентов. Вот. При этом те программы, которые представляются в рамках стажировки, то есть на первом этапе, на втором этапе и так далее, они дают там грандиозные знания, то есть там для ребят. То есть там действительно это теория, когда специалисты уже действующие считают какие-то лекции, рассказывают лучшие практики, там интересные истории, там в части мониторинга, в части там соков, в части внедрения СИЗИ и так далее. Это прям очень полезно. Но при этом это все непосредственно с учетом практики, потому что прям очень много практических задач. И это дает очень хороший результат с учетом того, то что вот даже у меня в департаменте мы после таких стажировок взяли лишь там шесть человек. То есть там ребята, которые прошли стажировку, прошли там Сириус и так далее, мы этих ребят там тоже к себе забираем. Причем это не только ребята там из Москвы и так далее, это ребята из регионов, это прям очень классные ребята, которые там хочут учиться, мотивироваться и как-то в этом плане развиваться. Вот. Но у нас очень часто проходит там в Самаре на базе наших там релегантных центров, там в Нижнем Новгороде тоже мы берем, то есть ребятам на первую линию, то есть они проходят стажировку, начинают работать, дальше развиваются. Тоже прям очень хороший, такой вот возможность там взять. Если мы говорим непосредственно к ВУЗам, то мы всегда готовы передавать там свои какие-то знания, компетенции. Я сам очень часто катаюсь по ВУЗам, то есть рассказываю ребятам. Очень интересная лекция формата, кто такой современный специалист по информационной безопасности, там почему им интересно стать. Это прям даже вот такие вот тедовские, такие мотивационные там лекции, но где мы рассказываем, что инфобес это же классно, можно атаковать, можно защищаться, можно ресерчить, можно там реверсом заниматься, можно какие-то новые продукты писать. Это просто. И прям очень приятно видеть, когда ребята просто в рамках этой лекции загораются глаза и подходят. А я хотел всегда попробовать себя там в роли этичного хакера. Таким, хорошо, там можете здесь посчитать, может сюда пройти по участию в ЕВках там и так далее. Я хочу там заниматься всю жизнь там реверсом. Прекрасно. И мы помогаем ребятам как бы найти некую там такую стезю, потому что ну не хватает некой такой мотивационной и такой вот психологической поддержки многим ребят, потому что к 3, 4, 5 курсу очень часто там ребята выгорают, в том числе. То есть они уже не хотят и Б заниматься. То тоже этим прям очень плотно надо заниматься. Спасибо. Данин. Могу вопрос задать, раз у нас дискуссия коротенький. Немножко, чтобы обострить дискуссию, да, чтобы это не выглядело все-таки как, да, мнение за мнением. Вот, Андрей, вы сказали, что был опыт негативный в вузах, когда вы развернули лаборатории, инфраструктуру киберполигона, но вуз не обучается на ней, да, то есть она простаивает. А было ли предоставлено учебно-методическая основа, то есть был ли какой-то курс сделан для этого киберполигона со сценариями там АТАК, ну с расследованием и так далее. Грубо говоря, с чем они могли бы уже работать? Или это отдалось на откуп вузу? Здесь два момента. Да, мы все, тот контент, который мы уже себя наработали, мы, конечно, вузам даем, то есть там коллеги, если у нас там нету каких-то крупных там коммерческих проектов, либо там киберучения там АЛЯПМФ и так далее, то есть когда мы не можем предоставить, то ребята пользуются и так далее, но, опять же, в некоторых вузах просто нету интереса. Поэтому хочется как бы взаимодействовать, при этом, говорю, опять же, есть вузы, которые там очень-очень хотят, а мы, например, там, лучше бы у них, например, там сделали, и это было бы на порядок более эффективно. Ну что, спасибо. Спасибо. Егор, известная фраза, и нас этому учили в вузе, для того, чтобы что-то защитить, надо уметь это атаковать. То есть и на этой фразе почему-то вузы останавливаются, то есть дальше они не идут обучать. Вот ваш опыт взаимодействия с вузами, ваш опыт взаимодействия с студентами, то есть насколько он поменялся, насколько поменяли студенты в последнее время, наблюдаете ли вы это, и каким образом происходят изменения? Друзья, привет. Да, разреши тогда выделим несколько топиков, то есть важные топики вузы, важный топик, на самом деле, здесь регуляция того, что мы считаем специалистом по ЕБ и 10-м направлениям, или направлениям, которые касаются вообще ЕБ, с точки зрения СТЭК, например. Да, и действительно наступательной кибербезопасности в этом месте, в этом месте безопасности. Я немножко раскрою свой опыт. Последние несколько лет я занимаюсь увлеченно проектом CyberEd, проект, который является некоммерческой организацией, подготавливает профессионалов в сфере кибербезопасности. У него такая узкая направленность, мы такая ниша в нише, можно сказать. В нише кибербезопасности мы занимаемся направлениями наступательной кибербезопасности, оборонительной, конечно же, то есть соком, построением системы B и безопасной разработкой. Мы считаем, что я сам-сам выходец из атакующего направления, я 7 лет посвятил работе пентестера, этичного хакера. Само собой в хакерской культуре есть этот принцип шеринга знаний постоянного, и поэтому эти конференции случаются в том числе. Ну и я его переприложил внутри такого проекта образовательного, который тоже люблю, ценю, хочу им заниматься дальше. Я немножко говорю о проблемах, которые эти топики затрагивают в целом, ну и потом приземлю в какие-то конкретные мысли, может быть, предложения. Что беспокоит меня, компанию нашу, что беспокоит? Есть действительно две глобальные большие вещи, с которыми хочется взаимодействовать. Это регулятор и вузы. Регулятор. Есть в стек, у которого есть программы, которые он согласовывает, программы подготовки специалистов по кибербезопасности. Очень бы хотелось по этим программам подготавливать. Но у меня, например, честно, нет понимания, как защитить в стеку программу подготовки пентестера. Ну, извините, друзья из коммерческого сектора поймут меня абсолютно. Я эти программы посылаю на согласование, мне говорят, там нету про токены Джаккарта ничего не сказано, извините. Я вот 7 лет ломал системы, но, к сожалению, не могу, может быть, не разбираю токены Джаккарта, понимаю само свои протоколы, то есть асиметричные криптографии, использую для того, чтобы взломать ДБО. Но могу обойтись в первых 500 часах, для того, чтобы взломать систему, или сделать ее защищеннее после оценки защищенности, или анализа защищенности ее. Действительно важная проблема здесь, самая нервная, что есть такая глобальная специализация, специалист по ИБ, которую мы принимаем или не принимаем. Но есть, на самом деле, огромный спектр профессий, рыночных абсолютно, которые сейчас нужны, нужно сейчас научиться, сейчас пойти и сейчас делать. И чтобы сейчас делать в большом количестве сегментов, нужна эта марочка согласована в стэк. Как ее получить для этих профессий? Соковца только, пентестера только, специалиста по обсек безопасной разработке только. Ну, не очень понятно, непрозрачно сложно. И здесь, конечно, предложение делать это понятнее, прозрачно делать отдельные какие-то треки, подходы, может быть, какие-то мероприятия для того, чтобы на простом языке объяснять, как к этому подойти, как каждому можно войти в конкуренцию в этой игре. Потому что прогресс равно количеству участников, участвующих в конкуренции. Чем больше участвующих в конкуренции, тем выше прогресс. Здесь то же самое абсолютно. Вот хотелось бы, чтобы регулятор давал возможность участвовать в конкуренции как можно большему числу людей. Есть огромное количество прекрасных из комьюнити проектов, которые хотят тоже учить, шарить знания, какие-то платформы использовать для того, чтобы эти знания оформлялись в что-то конкретное, в том числе в такие вот оцифрованные показатели, что я специалист по кирбезопасности. У меня есть направление, у меня есть диплом и так далее. Мы дам дипломы в том числе, но не по всем направлениям. Вот эти направления сложно защитить. Вторая часть – это вузы. С вузами тоже есть прекрасный опыт, на самом деле. Я сам отучился в двух вузах, в РГУ и МТУСИ по направлениям кибербезопасности, программной и организационной. В вузах, я бы сказал, все хорошо, потому что вуз не про то, чтобы подготовить к профессии. Потому что вуз – это про окружение, и только качество этого окружения гарантирует тебе результат. Поэтому в целом, когда мы говорим про вуз МГУ, ВШЭ, МФТИ, МИФИ, мы говорим про то, что в целом там люди просто с большим проходным баллом, как бы в среднем окружение более развито может быть, то есть сильное с точки зрения интеллектуальной и так далее. И поэтому, попадая в это окружение, ты волей-неволей чему-то научишься. Здесь уже даже не про контент, в программах мы говорим. И вот эти прекрасные программы, которые там успешные, кейс, реализованные в вузах – это факультатив. Что это такое? Это студенты, которые там внутри проросли и создали это. Это не бизнес, который пришел и создал этот факультатив, или дал эту программу, дал этот контент и так далее. Поэтому все хорошо. Все хорошо с тем, что там есть классные люди. Мы с вами выпускники этих вузов. У нас и получилось, мы молодцы, красиво сидим на подиуме и так далее. Значит, там все нормально. Но сейчас по факту вуз и работа с вузами от бизнеса – это альтруизм. Я захотел сделать что-то большее, чем делал вчера, и ничего за это не прошу. Вот это работает. Это отлично работает. Можно прийти и сказать, я хочу, можно помочь. Говорят, да, 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 давайте. Если мы хотим подпитать этот процесс какой-то кровью, деньгами, ресурсами, влиянием, чем-то еще. Ты приходишь к проректору, он говорит, круто, вообще хочу. Начинается ДПО, самое простое. ДПО. Там коммерция, все все понимают. Готовы, делаем. Мы даем программу. Мы прям сайберед, даем программу, даем преподавателей. У нас 90 преподавателей в обойме. 45 из них преподают, постоянно являются экспертами. Моими друзьями, с которыми я сейчас сижу на стенд-оффе, играю в киберполигон, занимая второе место пока, чтобы, может быть, будет первое. Не могу гарантировать, пока мои друзья там атакуются. Вот. Труаз. Труаз, второе место. Мы шестой год уже играем, каждый год, вот шесть лет тоже я играл в этой команде. Команда Солянка. Солянка, там много людей уже из разных компаний. Не буду в какой-то отдельной компании относить. Так вот. Соответственно, пожалуйста, берите, одну секундочку, нужно с другим проректором утвердить. Собирается семь проректоров, один говорит, там у нас сейчас вообще свой человек есть, мы сейчас с ним лучше, как бы вот. И оно просто гаснет. Ну, гаснет, потому что непрозрачно. Отличная идея из того, что прийти к какому-нибудь самому важному дядьке в ВУЗе, ректору, да, сказать, мы хотим, он скажет, да, вы классные ребята вроде бы, и можно или нельзя. Но как мне его найти, как мне с ним познакомиться, как сделать, обратить на него внимание, абсолютно неясно. Если бы, например, в ВУЗе был человек, который заинтересован в том, чтобы привлекать этих людей из бизнеса, которые просто готовы что-то додать, или готовы на этой платформе что-то сделать, было бы прекрасно, да, то есть, но таких людей прямо с контактом на сайте ВУЗа не висит. Здесь последнее, что касается ВУЗа. ВУЗы очень ревностно относятся к своим студентам. Если увлечь их какой-то другой программой, из другого учебного центра, которую там даже дал CyberEd, это очень ревностно происходит, потому что такие, а почему там так много в этой программе CyberEd? Где ВУЗ, как бы, да, то есть, давайте, как бы, отберем, давайте, как бы, там, пусть наши там будут. Да ладно, вот программа, ваши преподаватели обучим, дадим методический материал, пожалуйста, продюсерам познакомим, какой провести, дадим лабораторный стенд, дадим киберполигоны, да, то есть, а там, как бы, преподаватели, которые готовы это брать, это обычно студенты, ну, вот, ассистенты кафедр, им это нравится, да, в остальном преподаватели, это лекторы-почасовики, там, ну, там, предпочитать в семи вузах сразу, да, то есть, программа, там, по именам наводкам с проводов, как бы, да, где они там в нашем киберполигоне, эти помены покажите мне, да. Вот, ну, ладно, в целом, в ВУЗе все хорошо благодаря студентам, благодаря этому активному молодому поколению, благодаря тому, что есть окружение классное, это самое важное, надеюсь, конечно же, и своим альтруизмом, и индустрией, да, постепенно, постепенно мы поймем, что можно выстраивать платформы общие для того, чтобы на них наращивать, проращивать какие-то идеи, проекты, там, и так далее. Что ты хочешь сказать? Пожалуйста. Окей, да, хорошо. Без проблем. Вот. В нашем опыте, конечно же, тоже есть понимание, что в целом кибербезопасность, рынок маленький, ну, то есть, вот мы, я думаю, все согласятся, все-всех знают, то есть, в нашей школе подготавливается в год примерно в платных программах только около тысячи специалистов-выпускников, там, 800-1200, год-год-год, кажется, это небольшой показатель, ну, в целом, для России небольшой показатель, но в индустрии всего сколько специалистов работает, да, сколько мы тут на ПХДС видим, ну, десяток тысяч без специалистов, то есть, если я подготавливаю тысячу, я делаю там одну десятую вклада, да, то есть, я уже какой-то там в рейтинге компании, там, не знаю, пятый с конца, четвертый, второй, третий, ну, очень близко, в общем-то, да, делай что-нибудь, и ты уже как бы в первой десятке. И главное делать, главное давать всем возможность в этом поучаствовать, опять же, как я говорил, в этой конкуренции. В УЗУ давать возможность пригласить, сказать, приходите с идеями, приходите, поможем, поддержим, дадим пилотный проект простой, не нужно ли там какие-то деньги платить, просто попробуем, посмотрим заинтересованность, без этой ревностного отношения к тому, чтобы все забрать, там, не знаю, или там, не дать своих студентов и так далее. Регулятору для того, чтобы объяснять, да, то есть, как в этой конкуренции поучаствовать, не так, чтобы там, я должен какого-то человека знать, с ним отучиться в школе, чтобы потом у него спросить, а чтобы я мог просто как в открытый интерфейс подойти к нему и сказать, объясни, или просто, дайте, не знаю, там, буклет просто, как это проделать, да, то есть, ну, вот, к сожалению, это не до конца понятно. Вот, но на самом деле, все, что мы видим, да, то есть, походы, из которых мы видим, это плоды как раз вузов, участников вузов, студентов этих, да, которые, там, бывшие студенты, которые сейчас, там, СТО, и кто-то еще, хакеров этого сообщества, и оно есть, оно не пустое. Вот, поэтому все хорошо. Спасибо, Игорь. Маленький вопросик задам, просто всегда приятно делиться каким-то опытом из других отраслей, и, честно, я знаю, там, целевые кафедры, например, там, в нефтегазе, целевые кафедры в металлургии, а я, честно, вот сейчас начинаю понимать, то, что я целевых кафедр по информационной безопасности, где готовили крупные холдинги, компании, готовили себе специалистов на базе вузов, именно целевые кафедры, я, честно, не слышал, может, коллеги кто-то слышал такие кейсы, может, поделиться, просто очень интересно. Это отличный, кстати, кейс, вот у нас в, очень прям, добавочку, плюс себе абсолютно, к нам приходят тоже коллеги из Газпрома, говорят, нам нужна программа по, не вы, прям, конкретно, там все хорошо, там все отлично, да, 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 с тем, чтобы там подготовить программу по фазингу АСУТП-систем, потому что нужно заниматься их безопасностью, да, где сейчас, в каком вузе подготавливают по программе безопасности АСУТП-систем, с точки зрения, как бы, поиска уязвимости или, там, безопасной разработки у них, конечно же, ну, да, я знаю, где, это будут бывшие студенты, аспиранты, которые работают сейчас в этих направлениях, и это их альтруизм, в том, чтобы там поучаствовать, дать факультативный кружок, это прекрасно, это есть, круто, надеюсь, да, завтра бизнес или вуз, да, то есть поймет, как сделать так, чтобы там была эта вот кровь ресурсов, да, то есть, которые это разгонят. Алло, извиняюсь, я все слушаю-слушаю и как будто смотрюсь в кривое зеркало. Сейчас объясню. Окей, вузы — это такая замечательная вещь, где, как мы уже понимаем, это не просто же размышления, это факт, что уже и контент, который дает преподаватель, он не важен. И мы к этому пониманию приходим. Важно окружение, важно, что делает студент, пока он учится. И, опять же, уже в данном случае, обращаясь к компаниям, да, посмотрите его в сторону средних специальных учебных заведений. Зачем вам этот вуз? Сейчас объясню. Мы можем один год у себя поддержать студента, а потом откроем маленький, может, и не маленький корпус рядом с учебным заведением, пускай он у вас трудоустраивается и уже со второго года у вас работает. Потому что, когда это практика, ну, что такое летняя практика? Ну, три месяца. Нет, пускай он возьмет проект, пускай он ведет проект, пускай компания на нем зарабатывает, и пускай она ему платит деньги. Когда человек за свой труд получает адекватную оплату, его обучение, его мотивация к самообучению повышается очень сильно. Особенно в молодом возрасте, когда на эти деньги сразу монетизирует во внимание противоположного пола или красивую что-то там, одежду, машину. Маленькие, маленькие просто замечания. Вот первый стезис, соглашусь. Да, среднее специальное образование – хорошо. И многих специалистов по информационной безопасности за два года можно выпустить. Вот. И просто тоже кейс нашей компании. Ну, у нас стажировки в том числе и платные, и мы готовы ребят брать и как бы смотреть и развивать их, в том числе и внутри компании. Я вам говорю про изменение парадигмы стажировок. Это не летняя практика. Со второго курса вместе с нами, с СПО, он фактически уже полностью сотрудник, и он не отрывается от работы следующие два курса. И когда он завершает обучение, он фактически был нашим один год, а потом он два года был нашим совместным, а потом навсегда ваш. У нас это КП строено, на самом деле. Все. Спасибо. И дальше у меня задел вопрос мотивации. Я не знаю, как люди видят мотивацию преподавателей. То есть в вузах как вообще ее можно обустроить? Как это в принципе мое видение? И видение не только мое, наше видение, извиняюсь за такое единое начале. Если преподаватели вместе, как коллектив, готовят хорошие кадры, то, господа работодатели, пожалуйста, доставайте кошелек, платите нам сверху. У преподавателя должна быть фикса и должна быть дополнительная плата по итогу нескольких лет обучения за хорошего работника, который работодатель сейчас забрал. И тогда преподаватель полностью привязан не к процессу, а к результату, то, что и озвучивает один из наших потенциальных партнеров и на стейдж. Только тогда преподаватель, когда он будет не отыгрывать номер, а думать, так, как же мне его обучить, чтобы мне потом новую машину купить? Не провести урок и потом летая в своих мыслях, а вкладываясь в это образование, потому что в этот момент он вкладывается уже в свою премию. И вот такая мотивация, она будет работать. Можно создать фонд при учебном заведении, чтобы это вывести от влиятельных проректоров. Нет, в этом фонде все решает работодатель. Пока работодателю выгодно, он будет туда заливать деньги. Как только он поймет, что эти студенты ему уже... То есть тот продукт, который он получает, вообще не подходит, он перестанет заливать деньги. А пока подходит, работодатели драться будут за возможность мотивировать преподавателей. Нет, нет, спасибо. Артем, вам слово. Если есть что добавить после высыпления коллег? Есть, и очень хорошо, что я говорю первое с конца, потому что я все хочу задать вопрос. А где вот это все чудеса? Где они? Вот у нас у бизнеса есть вот такой больной вопрос. А где? Мы просто уже сами занялись тем, что нам нужно не просто искать кадры, а готовить. Да, и у нас есть там программа целая, где у нас есть целый перечень вузов, и мы постоянно ее расширяем, чтобы найти вот эти вот чудесных самородков, да, и ту технологию подготовки, которая бы всех устроила, ну, с точки зрения потребления компетенций, ну, если честно. Да, потому что, да, простите меня за вольность, мы скоро перейдем, наверное, уже к правилу корпоративов, когда дети зачат на корпоративе автоматически становятся сотрудниками компании. Понимаете? Простите, пожалуйста, да, но потому что мы никак не можем подобрать. Мало того, я бы не сказал, что там есть какие-то проблемы, там просто есть задачи, которые нужно решить. Вот просто взять, встать, пойти и решить, да, это три составляющих. Студент, вуз с преподавателями и работодатель, да. Если с преподавателем сейчас он прям хочет есть кадры, потому что их нету, то студент-преподаватели, это очень интересный момент, потому что я уже покатался по сибирским вузам сам, и я заметил такой нюанс, что у нас студент-преподаватель зачастую работают по принципу получил, сгрузил и забыл, да. То есть есть программа обучения, студент выучил только потому, что не хочет в армию идти, допустим, или каким-то другим политическим убеждением, и все, и сгрузил преподавателю. И забыл, что он там делал. Вот преподаватель тоже посидел, послушал, ну классно, я в тебя это вгрузил, ты мне загрузил обратно, я тебе подставил 4-5, все, до свидания, приходите еще. Но это не подход, да. Там, где происходит, действительно есть программа, у нас есть стандарт федеральный, он, кстати, с сентября, он вступает в силу для финансового сектора, подготовка кадров по ЕБ. Я помню, еще когда я в Центральном банке работал, в безопасности, мы его начинали готовить. Пожалуйста, можно такое же сделать для остальных отраслей. Здесь важно, что понимать. Общая подготовка с точки зрения того, что приготовить специалиста-технаря, который будет там периметр мониторить, пентестить его, там, в нем ковыряться, разбирать, это полдела. Нам уже пора в технологию вплетаться, потому что, как показывает практика сейчас кибербитвы, я прямо с удовольствием наблюдаю. Почему-то большинство команд все смотрят на периметр, но никто не смотрит технологию, то есть, как проходит сам процесс, и почему в нем возникают какие-то моменты, которые приводят к тому, что, например, как нули банк, для меня это вообще любимый кейс, транспортную компанию, повышение приоритетов на билеты, да, то есть, это уже бизнес-уровень, от удара кто заглядывает. Вот, этому тоже надо учить. Дальше, что касается того, как научить. Ну, смотрите, мы можем в талантливых детей, студентов, вгружать кучу данных, даже использовать наш опыт, который мы просто туда вгружаем. Он все знает, он замечательный человек, приходит, даже пытается работать, но он не может знаниями пользоваться. Его никто не научил принимать решения в моменте. У него, может быть, 150 инструкций на рабочем месте, ни одна инструкция не напишет, что делать в нештатной ситуации. Ну, бывает такое, особенно сейчас. Все, и он превращается в обычного среднестатистического какого-то работника. Это неправильно. И он, кстати, еще может попасть даже не на то место, куда он готов был к применению, да, то есть, раскрыть себя полностью. Это тоже момент. И, соответственно, приходят преподаватели из бизнеса, начинают им объяснять, подсказывать. Это полдела. Дальше нужно еще его научить, как вот говорили, киберполигоны. Замечательная штука. Моделируйте ему ситуации и пускай он в моменте принимает решение. То есть, это не просто технарь, это технарь, который несет ответственность за свои действия. И он понимает, что он сделает. Пусть он работает на интуиции, на четкой логике, просчете, неважно. Главное, что он понимает, что он делает и несет за это ответственность. Мы сейчас еще расширяем даже подходы к, скажу, вербовке кадров. Потому что трек, который работает через воронку, это хорошая история. Она, на мой взгляд, очень жестоко выглядит. Мы, конечно, без крови все делаем, не такие звери. Но это жестоко. Теперь, следующий вариант, который мы хотим использовать, это сопровождение кандидатов на стадии их становления, обучения, практическом применении. И уже там потенциально рассматривать компанию. Потенциально рассматривать компанию. В чем смысл? Дело в том, что помимо профессиональных навыков, у человека есть еще личные качества. Это там, особенно, работа в команде, где нужна командная работа в центрах и так далее. Соответственно, посмотрев, что он выбирает, как он мыслит, какие дополнительные знания он хочет получать, мы начинаем смотреть, сделать вывод, куда нам подойдет. На это направление или на это направление. Дальше мы потихонечку начинаем ему подсказывать, куда ему двигаться. То есть он выбрал себе информационную безопасность, направление большое. Соответственно, поехали. Здесь он больше технолог. Отлично, давайте его сюда готовить. Мы ему преподавателей направляем, сами что-то рассказываем, привлекаем на всякие конкурсы. Некоторые подпадатели, я вам скажу вообще, рассматривая резюме, если нету галочки CTF, вообще разговаривать не будут ни с кем. Ну, соответственно, мы, конечно, не так жестоко подходим, но, тем не менее, какие-то соревнования он должен пройти. Именно там он закаляется, вот как сейчас, яркий пример. Соответственно, и дальше мы его двигаем, готовим под конкретное направление. Если мы понимаем, что он может работать шире или направление выбрано каким-то образом ошибочно, мы немножко перемещаем в сторону, корректируем. Если он дальше хочет с нами работать, он с нами работает и так далее. То есть здесь вопрос очень простой. Три заинтересованные стороны, если начнут работать вместе, синхронно, то значит будет все замечательно. Если нет, ну что ж, будем возвращаться к старой практике. Благодарю. Спасибо. На самом деле, хотелось в рамках дискуссии нашей обозначить какие-то кейсы конкретные. Вот мы идем в ВУЗ, кому мы идем. Выяснили, что мы идем, например, к руководству, мы идем к преподавателям. Например, мы в Positive Technologies поняли, что важно привлекать преподавателей к процессу обучения. Причем, что получается, что мы обучаем преподавателей, преподаватели набираются знаний, опыта, практики, а потом уходят из ВУЗа в компанию. И тут вопрос к ВУЗам. А как удержать преподавателей, которые могут променять ВУЗ, например, на компанию? Как их в ВУЗе оставить, чтобы они продолжали передавать свой опыт? Вот такой вопрос. Буквально 30 секунд, если кто-то готов. Я в 10, наверное, попробую ложиться. Я хочу вообще на Егора отреагировать сначала, потому что я полностью подписываюсь тем, что ВУЗ — это в первую очередь среда. А вот то, что мы делаем, например, с вами на стейдж, с партнерами, эту среду делает привлекательной, богатой, интересной. Это та причина, по которой эта среда становится еще богаче, туда идут лучшие студенты. Это та причина, по которой там захотят остаться преподаватели. По поводу того, что невозможно, непонятно, с кого заходите, процесс принятия решений непрозрачный, я полностью согласен. Ну вот со стороны ВУЗа, абсолютно. Причем с этим ничего не сделаешь, потому что 700 ВУЗов, 700 процессов. Как с этим бороться? А никак. Приходите в СУЗы, приходите в все ВУЗы, которые с вами готовы работать. И это приведет к тому, что в этих конкретных СУЗах или ВУЗах среда будет богаче, интереснее, туда пойдут лучшие студенты. И тогда уже до ректора дойдет, и возникнет сначала внешняя мотивация, потом внутренняя мотивация. И те ВУЗы, которые с вами не хотели общаться, захотят. Другого пути нет. Спасибо. Да, буквально у нас по 10 секунд остается. Я тоже буду краток. Как удержать преподавателей? Это коммерциализация деятельности ВУЗа. Понятно, что у нас не все ВУЗы еще встали на эти рельсы. Университет Иннополис просто наполовину как образовательный учреждений, наполовину IT-компания. И в этом направлении после коммерциализации можно увеличивать зарплаты и таким образом удерживать сотрудников. Буквально коротко. Спасибо. А коммерциализация, здесь интересный момент, что она, возможно, не только повышением зарплаты. Купите ему квартиру. Но он не живет? Окей. Он... Он не будет расти. Идея хорошая, но он просто не будет расти, этот специалист. Ему зачем? У него квартира через 10 лет, его за рубль. И все, он спокойно сидит. Это не единственный инструмент должен быть. Коллеги, предлагаю... Вопрос был удержать. День искусствий. Сложное время рождать сильных людей. С друбежными коллегами, как раз на тему удержания специалистов и так далее, отобрать паспорт. Вызычайно, это всегда работает. Спасибо. У нас закончилось время. Спасибо за внимание всем. Всего хорошего. Хорошего дня. Хорошего фестиваля.